Другой главой в этом матче и на первой же минуте. Такое резкое начало. В принципе, вообще это свойственно для киевлян в последние годы, или во всяком случае для киевлян под руководством Лобановского. Ставка на быстрый год. Андерлех перед губой, но я чуть-чуть позже об этом расскажу. Вот подача. Ой, как хорошо, и счет становится 1-0. Счет становится 1-0, причем разыграно все было очень здорово. В обороне у Андерлехта просто пожар на первой минуте. Сейчас или вообще неизвестно, но факт остается фактор, киевлян не открывает счет. Здорово, Белуси разыграно и не вышел Девильдой. Какая спитка? По-моему, Белькевич, да? Нет, Каладзе. Сбрасывал Белькевич. А, сбрасывал, да. А, сбрасывал, да. Белит Девильдой не виноват, защитники просто буквально как память. Да, да. Я смотрю, может быть, вот как-то априори хочется думать, что с темой игры. Да, имея Барта Гора, имея Стойко, имея Вангер Хаги. Мы думаем, что мы с темой, но Стойко не причем, из-за того, хотя он по стиле очень подходил бы. А для игры сборной Бельгии совершенно другой мы пока что видим. Вот опасная ситуация, ошибается Шавковский, и счет становится ничейным, по-моему, нет. Показалось мне, что сейчас сыграл опасным. Игрок Андерлехта нет, 1-1. Вот просто удивительная вещь. Фактически два момента в этом матче и счет 1-1. Реализация просто на фантастическом уровне. Ну, тут уже есть вон персональные фанаты Стойки. Холер выиграл борьбу за мяч у Гусина и пятка там. Показалось, что все-таки была опасная игра. А, ну, это Глендер Бет. Главко уже не успел. Да, вне сомнений. Смотрим еще раз, что там было. Находящий вратарь должен кричать так, что ошибки запугались и падали вниз. А вот мне приходится вести матч национальной хоккейной лиги. Да, я даже наблюдал пару раз, как не доверяя своим защитникам, но были такие времена. Вратарь Коварада в боксе в роли последнего защитника выступает. И вот опять эта комбинация. Видно, что она наиграна вот так вот через ближайшего партнера тройка. Очень красиво и очень уверенно. Вот будет пас, да, направо. Пас направо на Красона. И угловой, наверное. Нет, и счет становится 2-1. Ну, назревал мяч. Назревал мяч ворота киевлян и Томаш Радзинский его забил. Ну что, вот все, что мы говорили. Да, я боялся изглавить, и как говорят иногда на карте. Потому что действительно киевляне к этому шумят. К тому, чтобы пропустить мяч. А вот каждая атака этого гола, от касания Вандерхаги на своей половине поля, до передачи Красона, до того, что зона центральная осталась свободной, до того, что Ващук пытался мяч уже руками поймать. То есть это говорит о том, что когда в товарищах согласия нет, на это дело не пойдет. То есть организация, то, что Киев должен был априори выигрывать у бельгийцев, ну, скажем так, на одинаковом уровне. А в такой оптимистичной, безалаберной игре Андерлех не хуже, как минимум. И Шавковский, посмотрите, он был введен в заблуждение, как мне показалось ему Щякову в этом эпизоде. Показалось ему, что его лучший друг сейчас дотянется на мяча, сыграет головой. Стенку большую будет ставить Шавковский. И в ней стоит колер, значит, он не бьет. Очень опасно. Крассон у мяча. 18-й номер, 9-й, Дэден. Басэджо будет бить. Гол. И опять Роззинский. И опять через центральную зону. Пат и Паташон, а? Вот разные нападающие. Бельгийский сценарий действительно 3-1 в первом тайме. Не надо было Киеву побеждать 4-0 дома. Да тут одно из другого не вытекает абсолютно. Закончилось бы 2-0. Одно из другого не вытекает абсолютно. Вот все было нормально по счету, да, все было нормально. Но вот сдвинулись слишком глубоко. Кружины нет. И несмачно запутался там в ногах. Упал. Ну, то есть партнеров не было смачивания. Смотри, как спокойно Роззинский. Он видит мяч. Он не бьет его сильно. Он тяпит туда, где никого нет. Вот то, о чем я говорил. Сколько ударов за тайм? Уже 13 по воротам. Получающаяся своя игра у соперника. Налево. Очень тяжело. Ну что, успеет? Успеет. Гор. Да, он бежит хорошо. Маленький Боднер. Все проиграл. И Колер рядом. Смотри, как развернулся Колер с его ростом. Какую передачу. И счет 4-1. Удивительно. Вот так тайм. Вот так Андерлех. И скажу еще. Вот так динамо Киев. Ты знаешь, что Андерлех просто роскошно забил, как был, да? Опять 5 передач. И пас Колеру вот эту пятку назад, да? В недодачу. Сознательно под разворот. Слова Алексея Михаличенко после предматча в пресс-конференции. Покажите мне этого человека, да? Проводите меня к нему. Что Андерлех слабая команда. Да. Антеннис, мне кажется, просто уже на грани нервного приступа. Как развернулся Колер. И как опять вот эта зона. И не бьет стойко опять. Он пытается посадить, извини меня, он пытался посадить Шарковского на пятую точку сейчас. Это уже пижонство. Случай, что Шарковский не взял этот мяч. Случай. И третий удар за последние 15 минут низом. Жалко. Ну что поделаешь. Что поделаешь. 19-летний полузащитник. И уходит 11 номер стойко под аплодисменты публики, которую он заслужил. Хорош был сегодня, конечно, румын. Запомнил, кстати, это имя. Алин стойко, ему 21 всего лишь год. А уже имеет массу почитателей среди бельгийских футбольных фанатов, даже приходящих в румынских, в цветах. Но надо забивать. Это 4-2. И очень спокойно этот мяч восприняли. И сейчас Филипп Девильда то ли к судье, то ли еще к кому. Восьмой номер Валентин Белькевич записал на свой счет этот мяч тоже. Минус 2 это уже не так хуже. Могло показаться в конце первой таймы, что будет просто катастрофичным счетом. Расслабились откровенно защитник. Я думаю, что устали. Я думаю, что все-таки не хватает их на 90 минут даже такой игры. Ну, всего, конечно, понемножку, да, Илья? Я думаю, Андерлехту и 4-3. В итоге, если матч так завершится, все равно будет в рамках.